Гуляя по туристическим тропам столбов, то и дело натыкаешься на собачьи следы. Причем речь идет не о тех животных, которых посетители могли принести с собой. Специалисты установили, что заповедник стал регулярно подвергаться набегам целых стай бродячих собак. Сейчас по заповедным землям бродит около 50 псов, и это лишь те, кто попал в объективы фотоловушек. Собаки замечены не только вблизи туристических троп, но и в закрытых зонах, где обитают дикие животные. Буквально на днях камеры зафиксировали стаю, которая выслеживает морала. Ну и вот, пожалуйста, на этом месте, где практически всю зиму, все морозные дни обитали у нас моралы, это четыре моролухи и один сигалеток. Вот на этом же месте тропили крупного морала пять взрослых, здоровенных, очень упитанных псов. Сотрудники заповедника говорят, такие незваные гости представляют серьезную опасность для диких животных. В 2010 году бродячие псы убили пять или шесть косуль. С тех пор популяция так и не восстановилась, а бродячие псы продолжают нападать на зверей. Осенью 2015 года был случай жертвы морала. То есть на морала напали точно так же пять крупных особей, бродячих собак, которые зашли уже в закрытую зону. Но мы говорим о закрытой зоне, не о всем заповеднике, чтобы сразу все понятно было, а именно о закрытой зоне, которая примыкает к туристическому району. На туристов бродячие псы не нападают, однако руководство столбов все равно предупреждает. Собаки, сбившиеся в стаю, могут быть агрессивными, так что лишняя бдительность не помешает. Сейчас вот меньше вроде стало. Вот раньше я видел и по две, и по три собаки. В общем, часто встречаются они. Ну, так отбегают людей, вроде боятся, не нападают, ничего. Они приходят и наносят просто колоссальный вред заповеднику. Загоняют моралов, что по весне, что зимой. По словам специалистов, стаи бродячих псов приходят в заповедник из города. В последнее время их стало больше, ведь территория вокруг столбов активно застраивается. Чтобы обезопасить туристов и диких животных, инспекторы вынуждены периодически отстреливать бездомных собак. Они встречают собак, но собак они встречают, допустим, стаю, и вокруг нет никаких людей, тогда происходят бюротехнические мероприятия, проводятся. Это отстрел животных при нападении. Однако инспекторы могут сдерживать лишь тех собак, кто уже попал на территорию столбов. Чтобы полностью оградить туристов и диких животных от нападений, нужно зачищать прилегающие земли. По словам руководства заповедника, наиболее критическая ситуация в районах, примыкающих к частному сектору Слизнево, Роево-Ручья и Базаихи. Также не мешало бы ужесточить правила содержания домашних животных, ведь большинство собак, разгуливающих по охраняемым землям, были попросту брошены хозяевами. Александр Ловицкий, Андрей Крупнов. Новости.